Выборы для нас это важно, как бы гражданам Узбекистана. Рузи Мухаммад живет 19 лет в Альметьевске. Раньше, чтобы проголосовать, ездил к себе на родину в Узбекистан. На это у него уходило пару дней, приходилось брать отпуск на работе. Теперь все гораздо проще, поэтому и на голосование Рузи Мухаммад пришел не один, а вместе со своей семьей. В Альметьевске сделали то, что уже не надо езжать в свою страну, чтобы голосовать. Здесь так сделали удобно, что можно и не уходя, можно сделать прямо здесь уже. Досрочное голосование проходит с 14 октября по 20 октября. Впервые в Республике Узбекистан проводят такие выборы в соответствии с изменениями, вместенными в избирательный кодекс. Раньше могли в консульство и посольство проголосовать те граждане, которые состояли на консульском учете. А сейчас в связи с введенными изменениями избирательный кодекс, все граждане Республики Узбекистан имеют право проголосовать в посольствах и консульском учреждении, независимо от того, что стоят они на консульском учете или нет. На территории Республики Татарстан временно проживают около 3000 граждан Узбекистана, и это только студенты. В Альметьевске в выборах участвовали около 200 жителей Узбекистана. Для того, чтобы проголосовать у избирателя, должен быть при себе паспорт гражданина Республики Узбекистан. Основные выборы пройдут 24 октября в городе Казани. После Альметьевской избирательной комиссии отправилась в Изнакаево. Рената Столярова, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока.